Мария Ивановна Панфилова Молодую девушку поселили в общежитии при станции. С тех пор почти вся жизнь Марии Ивановны связана с железной дорогой. В военные годы днём она работала, а ночью копала окопы в районе Чертаново. Было тяжело, голодно, но люди того поколения были сильными, они выстояли. Карточку дадут, мы за неделю сидим, ходим. А потом давали 400 грамм нам хлеба, копиток с копитим и хлеб туда пустим. Вот у нас баланда. Вот этим мы и жили. После войны на Павелецком вокзале на танцах познакомилась с будущим мужем. Свадьбу сыграли в 1951 году. Молодую семью переселили в общежитие на детской улице в Расторгуеве, где Мария Ивановна стала работать дежурным по станции. Спустя 10 лет вернулась по службе на Павелецкий вокзал. Техником работала, нормировщиком работала, в последнее время уже в бухгалтерии работала, в табельной работала, уже когда уходить на пенсию. Перед пенсией уже в табельной. Потом в 97-м году я ушла на пенсию. В 97-м. В 70-е годы супруги получили квартиру в Видном. Вместе с Михаилом Егоровичем, тружеником тыла и ветераном труда весной этого года отметили юбилей – 65 лет совместной жизни. К сожалению, муж Марии Ивановны – инвалид второй группы и сейчас уже не выходит из дома. Поэтому на торжественной церемонии в ЗАГСе она была без него. Какое сейчас время? В магазин сходишь, готовишь, уборкой занимаешься. Убираюсь, я сама. Хотя я 94. Окна перемыла. Лезла туда, поставлю табуреточку, полезла. Штору повесишь, постираешь. Сама пока обслуживаю всё. Так может быть в этом и есть залог долголетия. Таким людям, как Мария Ивановна Панфилова, закалённым войной, несмотря на почтенный возраст, просто некогда болеть и унывать. А наше дело – чтить память об их великом подвиге и передавать её из поколения в поколение.